Итак, друзья мои, наша лекция носит название «Небо – место, где вас ждут». Скажите, хорошее название? Ой, как хочется туда, где нет загрязнения, где нет проблем. Как хочется быть настоящим христианином, чтобы иметь уверенность, что ты спасен, что ты можешь иметь вечную жизнь. Давайте обратим внимание вместе с вами на историю, которую рассказывает апостол Павел. А он говорит это послание к Каринской церкви, он пишет, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба». Я, конечно, сегодня не планирую рассказывать вам то, чему учат в учебных заведениях, в школе и так далее. О трех небах – небо, атмосфера, гидросфера, стратосфера – абсолютно нет. Апостол Павел говорит о другом, о том, о чем могут многие не подозревать. Мы посмотрим сегодня дальше, мы посмотрим выше о том, о чем говорит Библия. Итак, чему подобно небо? Друзья мои, книга «Апокалипсис», она показывает, что внезапно, драматическим образом, Иисус скоро придет на нашу землю для того, чтобы положить конец злу, конец греху, и для того, чтобы начать новый виток развития человечества, чтобы дать новую жизнь, начало счастливой и бесконечной жизни. Потому что Он пообещал, да не смущается сердце ваше. Кто-то задал вопрос, а что вы не сказали дальше текст? За неимением времени, но я вам сейчас скажу дальше. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Меня и веруйте в Бога моего Отца. В доме Отца моего обители много, но если бы не так, то есть если бы вы усомнились, то я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Друзья мои, это обещание, которое дал Иисус. Я вернусь опять, я приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. И перед своим вторым пришествием Бог посылает специальную весть на планету Земля. Там, где... то есть на планету, которая восстала против Господа Бога. На планету, которая пригвоздила ко Кресту своего Творца неба и земли своего Спасителя. И он посылает специальную весть. Весть, которая должна помочь приготовиться людям к пришествию Господа. Весть, которая должна обратить сердца людей к Господу Богу и их. Но в начале нашей лекции давайте вернемся в древний Египет. Египет – это страна пирамид. Египет – это страна, где обитает свинкс. Это каменные статуи и монументы. Вы знаете, однажды золотое солнце пустыни клонилось к закату. И именно в этот день тайна, которая оставалась неразгаданной в течение 3275 лет, она была открыта, она была раскрыта. Я об этом скажу чуть позже. Египет – это музей. Музей под открытым небом, где сохранилось множество памятников, которые говорят о былой славе этого народа. Вот эти мощные колонны, они напоминают нам величие этого государства, этой цивилизации. Друзья мои, а здесь вы видите попытку Гаварда Картера в 1925-1930 годы воссоздать дворец фараона. Вы видите иероглифы, которые использовали древние египтяне для того, чтобы сообщить информацию из того древнего мира, чем они занимались, что они делали, как они делали, почему они то или другое делали. Ну, а это долина царей. Здесь похоронено было много тел фараонов, которые мумифицировали на протяжении 40 дней. И они оставались тут долгое время, пока не достали их ученые современного мира. И сегодня они, как реликвия, как памятники засушенные тела людей. Золотая литая маска фараона Тутанхамона. Вот и гробница Тутанхамона. Должен заметить, что 26 ноября 1922 года в долине царей Гавард Картер наконец-то нашел хотя бы одну единственную гробницу, которую не разграбили воры. И это гробница Тутанхамона. За 200 лет до правления фараона Тутанхамона израильский народ жил в Египте и были рабами. Новая династия фараонов, нового царства, это 18-я династия фараонов, они очень жестоко обращались со своими рабами. Вероятнее всего, что это фараон Тутмас I был человеком, который основал и заложил первую гробницу в долине царей. Он был очень озабочен численностью евреев. Когда он посмотрел, что евреев становится больше, чем египтян, что египетские женщины, семьи рождают по несколько только человек, а еврейские десятками, он был потрясен, и он решил, во что бы то ни стало, нужно приостановить этот рост, чтобы евреи не сделали бунт, революцию и не захватили браздоправление в свои руки. И поэтому он придумал такую идею. Новорожденных младенцев он поручил этим повивальным бабкам, это те, которые принимают роды, чтобы они, как только родится мальчик у евреянки, так и сразу бросать его в реку Нил. А как только девушка, пусть живет. Этим я сегодня ответил на вопрос человеку, который написал мне, что Бог сам нарушает шестую заповедь. Первенцев египетских он уничтожил. Я думаю, что Бог посчитал, сколько египтяне уничтожили еврейских мальчиков. Это было отмщение, которое Бог сказал, я оставил за собой право это сделать. Поэтому давайте не будем судить Господа Бога. Есть такое выражение, оно в Библии есть написано, и многие люди знают его и пользуются им как пословицей. Что посеешь, то и пожнешь. Поэтому не будем осуждать Господа Бога. Во время этого жестокого указа в семье двух рабов Амрама и Йоховеды родился сыночек. Йоховеда решила спасти сына и скрывала его. Она сумела скрыть беременность свою, когда видела, что происходит. И она скрыла беременность, и она без участия акушеров родила своего ребеночка, и это был сынок. И она решила скрыть его. Она решила, чтобы он остался живым. Но, продержав его три месяца, она поняла, что скрыть его невозможно. И затем, тревоживаясь за его безопасность, она свела корзинку, сделала ее водонепроницаемой, и осторожно положила в нее драгоценное свое дитя. Отнесла к реке Нил и оставила в зарослях тростника. В том месте, где был пляж, куда приходили дети великих мира того купаться, дети фараона. И она поставила там эту корзинку и оставила свою дочь Мариам, которая спряталась неподалеку, чтобы она наблюдала, что произойдет с ее братиком. Вскоре сюда пришла принцесса Хачипсут. И она пришла на реку вместе с своими подругами и с некоторыми служанками, чтобы купаться. Принцесса заметила эту корзинку, и она попросила служанку срочно принести ей эту корзинку. Открыл крышку корзинки, она сразу все поняла. Ее папа издал жестокий указ, и какая-то мать, мать-евриянка, она попыталась таким образом спасти свое драгоценное дитя. И тогда она решила в своем сердце, я думаю, это от Господа Бога было, помочь этой маме. Хачипсут решила спасти младенца, и она усыновила его. Принцесса назвала младенца Моисей, что означало Бог Амон, Бог Плодородия, подарил мне его из воды. Когда Мариам увидела, как принцесса прижала к себе маленького ее братика, она тут же подбежала и сказала, хочешь, я найду тебе кормилицу. Ох, как много тогда было кормилиц евриянок, которых детей бросили в реку Нил, и которые погибли, матери были готовы кормить дитя. Она говорит, конечно, хочу. И вы знаете, кому она повела ее? К маме. Она повела ее к маме. Послушайте, Хачипсут почти 12 лет платила матери Моисея за то, чтобы та заботилась о своем собственном сыне, который через 12 лет, как сказала она, она заберет его себе. Это было Божье провидение. Моисей был научен молиться, он был научен верить Богу, слушаться Бога, любить Господа Бога Небесного. Мама и папа постарались, они знали, что через 12 лет у них его не будет. И они все возможное сделали для того, чтобы он помнил Господа Бога своего. Во дворце фараона Моисей получил самое лучшее гражданское и военное образование. В конце концов, Моисей мог стать фараоном, и тогда все богатства, влияния, власть тогдашнего мира были бы брошены к его ногам. Но хочу сказать вам, все это могло бы принадлежать ему, если бы он решил связать свою жизнь до конца с Египтом и забыть Господа Бога Небесного. Дворец фараона стал бы его последним, его домом, долина царей стала бы его последним местом, где бы он был в приюте. И так как они верили, что жизнь после смерти продолжается, и Моисей находился бы там в могиле, тело его могли бы мумифицировать и обернули бы в десятки метров полотна и отнесли бы в долину царей. Но никто до сих пор не нашел и не обнаружил гробницы Моисея. Да никакой гробницы Моисей не построил в своей жизни. Он никогда не стал фараоном. Моисей выбрал другое. Он выбрал большее. И какими бы впечатляющими ни были останки египетского прошлого, они никогда не могут сравниться с тем будущим, который выбрал Моисей. Что это за будущее, которое выбрал Моисей? Библия говорит, «Верую Моисей, прияв возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Какой... какой-то обманчивый подход. Возможность стать фараоном. Его приемная мать Хачапсут, которая была фараоном, уже вот-вот подходил в момент, когда она готова была переложить на него бразды правления Египтом. И он мог бы стать фараоном, а он захотел страдать с народом Божьим. Друзья мои, Моисей смотрел дальше дворцов. Он смотрел дальше пирамид. Он смотрел дальше наслаждений, которые могут дать земные блага. Он решил стать сыном могущественного царя царей, сыном Бога Небесного. Ибо он ожидал другого города, другого царства. Моисей умер в одиночестве. На горе Него. Без царских фанфар, без пышных похорон, неравноценный обмен, скажете. Променять жизнь во дворце фараона на такую судьбу. Друзья мои, но Моисей знал уникальную истину. Библия говорит, что он знал эту истину, не видел того глаз, не слышал уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Моисей изучил эту правду Божью, и он поверил в это. Он хотел быть среди верных, которые войдут в град Божий. Он жаждал услышать слова Иисуса, который скажет, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Как и Авраам, Моисей устремлял свой взор к этому городу. Библия говорит, «Ибо Он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог». Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше, я иду приготовить место вам». Иисус – это архитектор, Иисус – это строитель. И Он сказал, «Я приготовлю, а потом приду и возьму вас к себе». Можем ли мы быть сегодня уверены, что этот город, город, которого так ожидали патриархи, пророки, апостолы, это реальный город, а не какой-то символ или плод их воображения? Иисус отвечает, «Да не смущается сердце ваше, я это сделаю, приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Когда Иоанн, ученик Иисуса Христа, находился в ссылке на маленьком островке в Средиземном море, которое называется Патмос, Бог показал своему ученику в видении этот город, который он приготовил. И после Иоанн написал об этом. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Вряд ли кто сможет представить себе красоту и счастье лучше, чем невеста. Иоанну очень трудно было описать, что представляет этот город. И он говорит, «Вы знаете, это было такое, это было такое, это было, ну, как невеста». У него не нашлось других слов, как можно было описать это счастье, эту радость, эту полноту радости, счастливой жизни, счастливого момента в жизни. И Он говорит, «Это было, как невеста». Но, несмотря на ограниченность человеческого языка, то описание, которое сделал Иоанн, заставляет затаить дыхание. Давайте попробуем читать дальше. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Расположение цветов драгоценных камней в основании стены, они будут напоминать огромную радугу». Но давайте посмотрим ближе. Иоанн добавляет, «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И широта его, и высота его равны. Город уникальный. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, и широта его, и высота его равны». 12 тысяч стадий с одной стороны. Это уникально. Одна стадия, она представляет собой 200 метров. Пять стадий километров. 12 тысяч стадий, они представляют 2400 километров. Город, который имеет стену с одной стороны, 2400 километров. И ширина его, и длина его одинаковы. И высота его 2400 километров. Вы можете представить себе такой город? Ну, еще в ширину, в длину. А какую высоту? Я не знаю. Но Библия говорит, и высота, и широта его, и длина его, они равны. Знаете, некоторые люди подсчитали, что в таком городе, таких габаритов, свободно может разместиться более 35 миллиардов жителей. Более 35, не миллионов, миллиардов жителей. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, Господь побеспокоился, чтобы ни один человек не погиб? Да. Он очень хочет подарить вам вечную жизнь. И этими размерами он показывает, что вам место там есть. Но все зависит от того, захотите ли вы там быть, хотите ли вы туда попасть. И помните, художник, архитектор, строитель, Бог, Он чудный, Он совершенный, Он уникален. Ни один художник, ни один архитектор ничего подобного не может создать. Это самое лучшее, что может быть. И Бог приглашает сегодня каждого. Вы можете быть гражданином этого города, той страны. Некоторые богословия считают, что город, по всей вероятности, будет пирамидальной формы. Потому что, я это не исключаю, потому что наверху будет престол Господа Бога. Престол Господа Бога. И оттуда будет течь река воды живой. Но послушайте дальше описание Иоанна этого города. Сам город построен из золота, а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Вы ходили когда-нибудь по золотым улицам? Я иногда думаю, когда я перечитываю эти тексты, я себе думаю, неужели слепые люди все? Неужели они не видят, что Бог предлагает лучшие? Почему держаться за какие-то тут вот, ну, мизер какой-то? А мы держимся как за основное. И не видим той красоты, тех возможностей, которые Бог хочет нам подарить. Позвольте сегодня сделать очень серьезное заявление. Это время, сколько мы живем на земле, каждый человек, Бог каждому отмерил время. Каждый из нас, кто живет 20, кто 50, кто 70, 80 или 90 лет, друзья мои, это ваш шанс не упустить свое время, чтобы принять решение стать на сторону Господу. С тех пор, как произошло грехопадение, Бог отрезал этот отрезок времени каждому из нас, чтобы мы могли определиться в жизни, где мы хотим проводить вечность. С Богом или вечная погибель? Что мы хотим избрать в нашей жизни? И подумайте, какая бессмыслица, какое неразумное решение, когда человек вдруг хватается за мизер на земле, который он может иметь, и теряет такую возможность жить в таком городе. Бог вам квартиры и дома там строит. Бог! И я не хочу туда, мне лучше маленькая хижина здесь, чем там я буду это иметь. Я этого не понимаю. Библия далее говорит, и ночи не будет в этом городе. Ночи не будет в этом городе. Бог там будет жить. Послушайте, как описывает Иоанн новую землю, не Иоанн, а пророк, да, еще один текст. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Да. Это неописуемые возможности, которые Господь Он предлагает сегодня нам. Друзья мои, Бог Небес ждет момента второго пришествия для того, чтобы забрать нас туда. Что мы были там, и затем после тысячелетия этот город спустится на землю. Мы с вами об этом уже говорили. Друзья мои, для вас сегодня очень хорошие новости. Этот город скоро станет столицей обновленной земли. Он станет столицей всей Вселенной. Господь Небес, который сегодня управляет Вселенной, Он будет жить в этом городе. Иоанн видел, как этот город сходил с неба от Бога на землю. Вас может, конечно, удивить, что именно планета Земля станет домом спасенных. Может, вы думаете, земля нехорошее место, сколько проблем здесь, но ничего удивительного нет. Иисус Христос сказал, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю, но уже другую землю. Друзья мои, ту землю, где не будет зла, ту землю, где не будет насилия, ту землю, где не будет голода, ту землю, где не будет войн, ту землю, где не будет смерти, землю после тысячелетия, когда будет уничтожен грех и все, что связано с ним, Бог воссоздаст новую землю, новое небо, которое свернулось свиток и заражено грехом, и тогда будет все новое, точно так, как был тот день, когда Бог совершил творческую деятельность здесь, на земле. Апостол Петр говорит нам, как это произойдет, как Бог это сделает. Небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И затем, когда это все произойдет, Петр далее говорит, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда, правда Божья. Послушайте, как описывает эту новую землю, которую Бог приготовил для нас, древний пророк Ветхого Завета, живший за семь веков до Рождества Христова Исаия. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Не будет больше пустынь, будет очень хорошо. Послушайте, что может лучше описать красоту совершенство, как прекрасный цветок. Я сегодня хочу подарить вам эту белую лилию. Я хочу, чтобы ваша жизнь, она была наполнена чистотой, доверием Богу и надеждой на вечную жизнь, которая будет прекрасной, чистой, где не будет неправды. Пророк Исаия далее описывает, что будет происходить на этой новой земле. И ни один из жителей не скажет, я болен. Друзья мои, на новой земле не будет ни одной болезни, не будет рака, не будет спида, не будет сердечно-сосудистых заболеваний, не будет диабета, не будет артритов, не будет простуд, никаких, никаких болезней, которые сегодня мучают людей. Библия говорит, тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся, тогда хромой скачет, как олень, и язык немого будет петь. Апостол Павел дополняет и говорит, Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Друзья мои, в поиске человеком источника молодости они будут наконец удовлетворены. все будут иметь совершенную молодость, совершенное тело, без единого изъяна. Не нужно будет никакой французской косметики применять для того, чтобы быть красивым и выглядеть хорошо. Все будет естественно. И это Господь Бог, Он хочет подарить нам. Одна женщина как-то сказала, уже достаточно зрелая и она так много положила крема, положила покрытие на лице, чтобы немного скрыть морщины и я разговаривал с ней. И когда мы разговаривали, одна женщина подошла и говорит, а зачем вы сколько там краски наложили на себя? Она говорит, знаешь, доченька, она молодая была, говорит, знаешь, доченька, когда рушится сарай, его подштукатуривают, так вот я пытаюсь хоть чуть-чуть выглядеть так, как было бы красиво, хоть чуть красоты какой-то хочу. Я хочу вам сказать, не нужно будет больше об этом думать, все это решит Господь Бог. Друзья мои, далее Библия говорит, и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Пророк Исаия сообщает нам еще одну хорошую новость о нашем будущем городе и доме. Он говорит, не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. Не будет больше насилия, будет лишь мир, гармония, любовь. Это сегодня может казаться слишком прекрасным, оно может выглядеть сказочно, и мы можем думать, неужели это может быть правдой, но Бог всегда сдерживает свое слово. Он всегда сдерживает свое обещание. Послушайте, что он говорит еще. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Друзья мои, Библия говорит, продолжение этого текста, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена по знаниям Господа, как воды наполняют море. Библия говорит о том, что не будет зла больше никогда, будет вечное счастье, будет прекрасный мир, не будет никакого насилия, даже волк с ягненком будут вместе, даже лев с теленком будут радоваться вместе. Библия говорит, хищный зверь не войдет в него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. Не нужны будут сигнализации больше, замки, запоры на окнах и дверях, не нужны будут сейфы для того, чтобы хранить сокровища свои, голод, он уйдет в прошлое. Библия говорит, и отрет Бог всякую слезу сочей и их, как много сегодня людей плачут, как много людей сегодня скорбят о столь многих проблемах, трудностях, и когда теряют родных и близких. Библия говорит, и отрет Бог всякую слезу сочей и их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Жители новой земли уже не будут бояться смерти. Смерть никогда уже никого не разлучит, никогда, никогда. Библия заявляет, и возвращаться избавленные Господом, и радость вечная будет над головою их, они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Друзья мои, на новой земле мы никогда не будем уставать, мы никогда не будем болеть, мы никогда не будем умирать. Библия утверждает, они потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вы когда-нибудь в своей жизни уставали? Вы когда-нибудь в своей жизни потели? Я здесь потею, я здесь потею, после лекции выхожу, рубашку можно выжимать. Библия говорит, в Божьем Царстве не будет боли, не будет утомления, не будет пота. Пот это проклятие. Когда Господь вывел Адама и Еву из рая, Он сказал Адаму, а теперь в поте лица будешь добывать хлеб. С тех пор Адам стал потеть, до этого времени Он никогда не потел, но пот это проклятие, это следствие греха. Библия говорит, вы не будете уставать. Когда мы рассматриваем историю нашей планеты, Земля, с точки зрения всей Вселенной, вы знаете, мы видим, что Земля это печальное исключение во всей этой Вселенной. Где чума греха свирепствует на основании исследования времени, существования около шести тысяч лет, сегодня она страдает от греха и следствия греха. Послушайте, добрая вещь заключается в том, что этой беде скоро придет конец. Иоанн записал, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот единение Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Не будет больше человека разлучен с Богом. Проблема всех бед. Грех нас разделяет с Богом. И когда происходит это разделение, мы страдаем, мы отрезаны от того, кто дает благословение и счастье. Друзья мои, это очень серьезная истина. Бог больше не хочет с нами разлучаться, и никогда этого не произойдет. Тогда вы сможете общаться со своим Творцом лично, уста к устам, как с лучшим другом. Только представьте, вы проснетесь однажды, и вы поймете, что вы у себя дома. Дома, где не будет больше горя, дома, где нет больше страданий, вы будете дома, где нет больше дыма, загрязнения, дом в земле, где река светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца. Но чем мы будем заниматься в этом прекрасном мире покоя, счастья? Некоторые люди говорят, если нету проблем, ей жизнь неинтересна. О, вы не испытали, что значит жить без проблем? Друзья мои, в этом городе каждая способность человека найдет свое совершенное развитие. Библия утверждает, и будут строить дома и жить в них, наслаждать виноградники и есть плоды их. Библия говорит, что будет реальная физическая жизнь. Вы сможете построить дом вашей мечты. На новой земле будет реальная физическая жизнь. Возможно, вы любите работать в саду, работать на даче. Представьте себе, никогда не будет колорадских жуков, не будет тли, не будет гусениц, никогда, никогда. Это сделает Господь. Будет рай от полюса до полюса. У нас с вами будет два дома, Библия говорит. Дом в городе и дом за городом. Дом в городе строит для нас Господь наш Спаситель. Об этом говорит Библия, об этом заявляет Иисус. Я иду приготовить вам место, а дом за городом вы сами себе построите. Свободно, не торопясь, не заботясь о стоимости. Потому что об этом позаботится тот, кто любит вас, Господь Бог. Библия говорит, что дом в городе нам очень кстати будет. Почему? Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом Мое на поклонение, говорит Господь. Друзья мои, Библия говорит, что мы будем из субботы в субботу приходить на поклонение перед лицом Божьим. Бог обещает, что будет особое время поклонения нашему Творцу, где Он будет проводить торжественное собрание. Мы будем встречаться с нашим Спасителем, Царем и каждую субботу мы будем собираться вместе в этом городе для общения с Богом Творцом. Друзья мои, нам не нужно будет много времени на переезды к городу. Если вы будете жить на Майами или, может быть, вы будете жить в Новой Зеландии или, может быть, вы будете жить в Южной Америке или, может быть, вы будете жить в Африке, а Царство Божие, то есть, город Божий, предположим, что будет находиться в Виннице, на этой территории, вам не нужно будет переживать. Бог даст нам особые возможности и способности, и мы будем, как ангелы Божьи, передвигаться быстро с места на место. Библия говорит, Слово Божье сообщает нам об этом замечательном времени. И возвратятся избавленные Господом, и радость вечная будет над головой их. Послушайте, Господь Библии говорит о всех патриархах и пророках, что они ждут этого славного момента. Написано так, все сии умерли, не получили обетования, обещанного, а только издали видели омное и радовались и говорили о себе, что они только странники и пришельцы на земле. Люди сегодня, не зная ни Писаний, ни силы Божьей, отправляют одних в рай, других в ад. А Библия говорит, все эти, которые мечтали об этом городе, все те, которые мечтали об этом прекрасном месте, о том моменте, когда это произойдет, они умерли с надеждой и не получили ничего, а только ждут, чтобы получить. Друзья мои, они считали себя странниками на этой земле. Неудивительно, что Моисей сделал такой выбор. Они считали себя странниками. Но Библия говорит, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им что? Город. Он приготовил им город. Друзья мои, мы с вами тоже странники на этой земле. На этой грешной земле мы только странники. Но мы можем стать частью прекрасного Божьего будущего, если мы сегодня протянем руку веры и примем тот дар, который Бог обещал каждому человеку в Иисусе Христе Сыне Его. Верующий в Меня Христос сказал, если и умрет, а живет. Помните, время оно истекает. Еще немного и Библия говорит, Бог Небесный Иисус, Он придет второй раз на нашу землю. Первый раз Он пришел для того, чтобы стать спасителем человека. Второй раз придет забрать к себе тех, которые поверили Ему. И тогда этот город Он станет вашим домом. Друзья мои, для этого мы проводим эту программу, чтобы рассказать вам о той чудесной стране и о возможности каждого из вас быть в той чудесной стране. Каждому Бог одинаково предложил. Иисус Христос говорит сегодня и мне и вам, да не смущается сердце ваше. Я иду приготовить место вам и приду опять. Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Друзья мои, Он непременно вернется, Он вернется на свою восставшую планету, чтобы положить конец бедам и чтобы взять нас в свое царство. И сегодня я приглашаю вас, придите к Иисусу. Позвольте Ему войти в вашу жизнь, разрешите Ему войти в ваше сердце. Иисус Христос в Евангелии от Яна в 15 главе написал, сказал такие слова, «Как вет не может приносить плода, не будучи на лозе, так и вы, если не прибудете во Мне, и Я у вас, не сможете приносить плода». Вы не сможете быть по-настоящему Моими детьми, вы не сможете по-настоящему следовать за Мной, вы не будете понимать Меня, если Я не буду жить в вас, и вы не будете жить во Мне. Некто сделал такую формулировку. Вы, если вы не находитесь в воздухе, и воздух не находится внутри вас, вы мертвец. Вы не можете жить. Поэтому сегодня мой призыв к вам. Придите к Иисусу. Он сегодня ждет каждого из вас. Что Иисус не сделал для того, чтобы подарить вам вечную жизнь. Что Иисус не сделал для того, чтобы вы не были потеряны для вечности. Вся наша программа это штук Иисуса в дверь вашего сердца. Почти две тысячи лет тому назад Он сделал все, чтобы вы были там. И Библия говорит избери жизнь, жизнь вечную, которую Бог предлагает тебе сегодня. Зачем вам умирать? К Нему придите сегодня. Он вас ждет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, дай мне силы быть честным самим собой. Господи, дай мне силы верить, Господи, дай мне силы пошли мне Твою благодать. Господи, дай мне силы верить, любить, страдать. Господи, дай мне силы Верить, любить, страдать. Господи, дай мне силы Признаться в бессилии моем, Господи, дай мне силы, Что в имени скрыты Твоем. Господи, дай мне силы, Дай мудрость Тебя понять. Господи, дай мне силы Тебе не изменять. Господи, дай мне силы Дай мне силы покончить с грехом на кресте, Господи, дай мне силы Себя обрести по кресте. Господи, дай мне силы, Чтобы в предсмертном бреду, Даже у края могилы, Помнить, за кем я иду. Господи, даруй мне счастье Видеть Тебя впереди. Господи, дай мне надежду Услышать, не бойся, иди. Господи, дай мне надежду Услышать, не бойся, иди. Спасибо, Вячеслав. Я иногда, когда читаю Эти важные места Священного Писания, Которые рассказывают О том чуде, Которое Бог приготовил Для Его детей, Для тех, которые поверят Ему, И я себе иногда задумываюсь, Почему, когда этот мир Наполнен измышлениями дьявольскими, Предлагает какие-то сюрпризы, Предлагает какие-то вещи В этом мире, Которые обклеены цветными этикетками, И мы сразу липнем к этому. И кажется, что это решение наших проблем, Что это нам поможет. А то, что Бог Попытался изложить в Своей книге Библии, Что является абсолютной правдой, Люди Так неохотно С этим соглашаются. И иногда думают, Неужели это возможно? Мы плохо знаем Бога. Он любит нас. Он сделал все, Чтобы и я, И каждый из вас Мог иметь вечную жизнь спасения. Библия показывает, Что Бог приготовил для нас Нечто лучшее, Чем может предложить этот мир. И тот, кто ходит за нами, Как ркающий лев, Ища кого поглотить. И поэтому все, Чего хочет Иисус, Поверьте Ему. Неудивительно, Что Иисус Однажды задал вопрос, Приду опять, Найду ли веру на земле? Какую? Простую, Детское доверие. Он любит нас. Придите к Нему Сегодня. К Иисусу, Который умер за наши грехи, Чтобы нам не умирать Вечной смертью. Он сделал все, Чтобы, когда Он придет, Вы были в том Замечательном царстве. Я думаю, что это Чуть-чуть. Апостол Павел написал, Сегодня мы рассматриваем будущее, Как сквозь тусклое стекло. А тогда увидим, Как это есть. И оно лучше. Пусть добрый Бог сегодня Поддержит вашу веру в Него. Он скоро придет. И Он хочет подарить вам Вечную жизнь. Я хочу помолиться о вас. О, дорогой Боже, Наш Небесный Отец, Мы сердечно благодарны Тебе за то, Что еще один день Подходит к завершению нашей жизни. Еще один день программы Сегодня подводит Сегодня подводит Некоторый итог в нашей жизни. Господи, Открой наши очи, пожалуйста, Чтобы мы могли Посмотреть правде в глаза, Чтобы мы могли Посмотреть правде Тому, что Ты написал О нашем будущем. Дай нам веру, Боже, Чтобы мы могли Поверить Тебе, Чтобы у нас была Вера Иисусова, Чтобы, когда Ты придешь, Каждый из нас Имел преимущество Попасть туда, Куда так стремился Моисей. И сегодня, Когда Ты открываешь нам Эту правду, Дай нам больше уверенности, Больше желания Искать Тебя, Изучать Твою книгу, Библию, Чтобы знать Тебя лучше, И чтобы без сомнения Довериться Тебе. Прошу Тебя, Чтобы Ты сегодня Хранил каждого из нас В дороге. Пусть Твои ангелы Берегут и хранят Всех нас. Защити нас, Господи, От всякого зла. Хранив дорогу, Пошли в нужный транспорт Каждому. И дома Сохрани всех Близких нашему сердцу, Потому что Любим Тебя И любим их. И, Господи, Откройся и нашим близким, Как любящий Бог. А завтра Помоги нам вновь встретиться, Потому что Просим Тебя об этом. Во имя драгоценное Для нас Имя Господа И Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Прошу в зале Уключите свет. Огромное спасибо, Что вы были с нами сегодня. Бог вас любит. И Он показал вам Чудесный край, Куда хочет вас пригласить. И я приглашаю вас туда. До завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok.